МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Убийство в центре столицы. Кто и зачем расстрелял российского экс-депутата? Взрыв на арсенале. Почему на самом большом военном складе взлетели в воздух тонны боеприпасов? Кто на выдумку хитер, как депутаты закон о е-декларировании меняли? Сегодня в Киеве около полудня был убит Денис Вороненков, бывший депутат Российской Госдумы, а ныне гражданин Украины. И главное, один из ключевых свидетелей по делу о государственной измене Януковича. Завтра Вороненков должен был давать показания и направлялся в отель-премьер-палас на встречу с еще одним свидетелем по делу Ильей Пономаревым. Убийство произошло у входа в гостиницу, расположенной в самом центре города. Практически в шаговой близости от отеля офисы силовых ведомств, управление столичной полицией и главного управления СБУ, а еще Киевская мэрия. Но киллеру никто не помешал. А чуть меньше года назад, также средь бела дня и буквально в полутора километрах отсюда, подорвали в машине Павла Шеремета. Заказчиков и исполнителей в МВД не назвали до сих пор. Как в день убийства Шеремета. Сегодня с заявлениями выступали все силовики. Звучали версии и предположения, но вот ответа, как и почему допустили убийство основного свидетеля в деле Януковича, так никто и не услышал. А работа полиции на месте происшествия вообще отдельная тема. Судите сами все детали резонансного убийства Дениса Вороненкова в материале Александра Васильченко. Это видео сняли в первые минуты после убийства экс-депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер расстрелял его практически в упор. После ранил в живот охранника, отстреливаясь, телохранитель попал в напавшего. Полицейские увозят охранника, оставив место преступления и улики. По словам очевидцев, Вороненков вместе с телохранителем в половине 12-го вышел из гостиницы премьер-палас. На углу здания неизвестный открыл по ним огонь. Перестрелка длилась не больше минуты. Прозвучало 7 выстрелов. По версии ГПУ он приехал на машине марки Део. Силовики пока подробности не разглашают. Но по странному совпадению, одним из первых на месте преступления оказался экс-советник Авакова Илья Кива. Цель своего присутствия не объяснил. Позже полицейские берут в оцепление место стрельбы. Здесь все залито кровью и разбросаны использованные гильзы. Спустя пару часов к месту убийства приехала и жена Вороненкова Мария Максакова. Позже на место преступления в сопровождении военного прокурора Анатолия Матиуса приезжает Юрий Луценко. Без комментариев они проходят в гостиницу. Там их уже ждет Максакова и председатель СБУ Василий Грицак. Спустя полчаса все они выходят из здания. Пробиваются сквозь ряды журналистов, садятся в автомобиль. Но через несколько метров машина останавливается. Максакова в сопровождении руководителей спецслужб идет к телу на опознание. Сразу после перестрелки в интернете появилась информация, что якобы в центре столицы провели спецоперацию. Глава СБУ проверк причастность ведомства к инциденту. Я могу сказать только то, что у меня нет данных, что это была какая-то спецоперация. Попередние данные, которые у меня, в крайнем разе служба безопасности такой спецоперации не проводила. Тем временем у полицейских своя версия. Андрей Крищенко заявил, Вороненков умер на месте. Получил одну пулю в шею, две в область лица и одну в живот. На месте убийства изъяли около 20 гильз и пистолет ТТ. По мнению полицейских, убийство носит заказной характер. Мотивы первые я не могу сказать, но враховывая деятельность потерпелого и его личность, первая версия – это заказное убийство, связанное с его деятельностью, с его политической возможной позицией. Политический мотив не исключает и Луценко. По его словам, Вороненков был ключевым свидетелем в деле Януковича о госизмене. Он уже дал важные показания и на днях должен был свидетельствовать в суде. Более того, генпрокурор заявил, Вороненков находился под госохраной. Почему МВД столь важного свидетеля не уберегло, будут разбираться. А пока выдвигают версии им. Стосовно версий. На этот момент мы имеем две версии. Для того, чтобы их объяснить, треба, чтобы на них обмалювать, треба объяснить, кто был такой депутат Вороненков. Депутат Вороненков работал в Федеральной службе протидеи наркотикам и контрабандам Российской Федерации. У него было военское звание, специальное звание полковник. Он был очень известен за гучной справой три кита, Российской три кита, яку расследовал его подраздел. Версиями есть, как версия убивства свитка справа Януковича, так и версия убивства справы контрабанды ФСБ Российской Федерации под покрытием президента Российской Федерации. Также по делу Януковича, как свидетель, проходит еще один депутат Российской Госдумы, Илья Пономарев. Как выяснилось, у оппозиционеров была запланирована встреча в гостинице. Вороненков пришел на пять минут раньше. По мнению Пономарева, его смерть была выгодна спецслужбам Кремля. Собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Ну вот ему не дали это сделать, поэтому, собственно, и моя основная версия. Самого Пономарева и Марию Максакову намерено взять под охрану СБУ. Что касается киллера, то убийца-политика получил сквозное ранение в голову и позже скончался в больнице, не приходя в сознание. Александр Васильченко, Олег Решетняк, Алексей Шматов, Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». Кто же стрелял Дениса Вороненкова? О киллере известно немного. После перестрелки его доставили в 17-ю киевскую больницу, где он и скончался. С врачами, которые пытались его спасти, удалось пообщаться и нашему корреспонденту Али Матюшок. Она на связи со студией. Алла, здравствуй. Что рассказали доктора и что тебе известно о личности стрелявшего? Да, добрый вечер, Катя. Мы находимся возле 17-й киевской больницы, где несколько часов назад скончался киллер, убивший Вороненкова. 16 хирургов боролись за его жизнь и сделали 4 операции, но он скончался на операционном столе, не выдержало сердце. Все это время больницу охраняли несколько машин полицейских, вход в реанимацию был оцеплен. И как только сообщили, что убийца Вороненкова не выжил, правоохранители разъехались, и нам удалось пообщаться с главным врачом клиники. Он сообщил, что у парня практически не было шансов выжить. Множественными пулевыми ранениями. В грудную клетку, в конечности, в голову. Много крови перелита, да, много плазмы перелита, много жидкости перелита. Была задействована бригада около 16 человек. Но спасти пока не удалось спасти. Известно, что киллеру было 29 лет. Он был гражданином Украины. При нем также было найдено удостоверение участника боевых действий, выданной Национальной гвардией Украины. В генпрокуратуре уже сказали, что документы будут проверять. Там не верят, что преступник мог их взять с собой на преступление. Его обличие сейчас проходят проверку. Его документы проходят проверку. Следство безумовно установит, кто он идет. Документы были при нём. Это в Украине? За документами так. Сейчас мы проверяем, если эти документы были правильными. В целом, я редко встречал киллера, который с собой брал службу посвященную. Это я взял. А что за службу? Поэтому я и скажу про имоверность новой визитки Яроша, которая была выявлена на месте. Ну а пока, Катя, это вся информация, которая нам известна. Алла, спасибо. Это была Алла Матишок с информацией о киллере, убившем Вороненкова. И буквально только что появились данные, что документы киллеру были выданы в части 3057 нацгвардии Украины. Это воинская часть, в которую в своё время входил батальон «Донбасс». А вот его охранник был доставлен в другую больницу, в военный госпиталь. Добыть сведения о нём не так-то просто, но это попытался сделать Олег Решетняк. Он тоже с нами на связи. Олег, здравствуй, расскажи, есть ли у тебя какие-то данные о состоянии охранника и что тебе удалось узнать? Тебе слово. Здравствуй, Катя. Во время перестрелки телохранитель Вороненкова получил ранение, но при этом остался жив. Да, действительно, его привезли в военный госпиталь. Правоохранители о нём не разглашают никакой информации. Но вот сегодня глава ГПУ заявил, что занимался охраной Вороненкова сотрудник одной из спецслужб. Какая-то спецслужба, он не сказал. Но вот по информации наших источников, это сотрудник ГРУ Минобороны Украины. Вот также глава ГПУ прокомментировал работу охранника Вороненкова. По мнению Юрия Луценко, в той ситуации, в которой оказался телохранитель, он сработал профессионально. Мы продолжаем работать под стенами военного госпиталя, чтобы получить хоть какую-то информацию. Но пока из больницы никаких комментариев нет. Катя. Олег, спасибо. Олег Решетняк был на связи со студией. Президент Украины Пётр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова актом терроризма со стороны России. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цегулко. Из-за убийства экс-депутата Госдумы президент созвал совещание с силовиками. Порошенко заявил, в гибели Вороненкова очевиден почерк российских спецслужб. А в Москве заявления о российском следе в убийстве Вороненкова назвали абсурдными. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это украинская страна не сумела обеспечить безопасность бывшего депутата Госдумы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила сомнение, что убийство Вороненкова будет расследовано объективно. Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции. Российские парламентарии убийства своего бывшего коллеги комментировали скупо. В партии, где ранее он состоял, это событие вообще замолчали. В то же время на родине в отношении Вороненкова открыто несколько уголовных дел. Чем успел прославиться бывший депутат Госдумы в нашем сюжете? Вороненков и Максакова познакомились в Государственной Думе 6-го созыва. Во время депутатской каденции сыграли свадьбу. Она из партии власти, он депутат-коммунист. Уже потом оба доказывали, их семейная пара состояла в незримой оппозиции. Как аргумент появившаяся однажды резкая критика законодательных инициатив российской власти. Я считаю, что законодательство должно рассматривать проблему шире. Для того, чтобы реально защитить детей от вредоносного влияния, необходимо предоставить судам возможность решать, исходя из всей совокупности обстоятельств каждого конкретного дела. Избравшегося в 2011-м от КПРФ Вороненкова на родине в России несколько раз пытались посадить. До лишения депутатской неприкосновенности дело, правда, так и не дошло. В парламенте он состоял в комитете по борьбе с коррупцией. И именно за коррупцию Вороненкова привлекали к уголовной ответственности. На заре нулевых его якобы вместе с коллегой задержали за получение взятки в 10 тысяч долларов. А накануне предпоследних думских выборов в прессе появилось сообщение о рейдерском захвате дорогой недвижимости в центре Москвы. И причастным к нему якобы был Вороненков. Он утверждал, что последнее уголовное дело было сфабрикованным людьми из ФСБ. О преследованиях говорит и его бывший коллега по Госдуме Илья Пономарев. Москва хотела Дениса сначала дискредитировать. По-видимому, они хотели воздействовать на круги в Украине, в частности, о том, чтобы вы здесь говорили про то, что он жулик, что мелкий человек, да, то есть вот просто беглец, который якобы от правосудия скрывался. Когда поняли, что обмануть не удается и прибегли к такому последнему аргументу. Смертью зятя уже успела порадоваться мать Максаковой. Ее слова цитируют некоторые СМИ. Посетовала, мол, предателю туда и дорога. Сам погибший всего месяц назад в интервью заявлял, что не боится за свою жизнь. Чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень сильно выросли в своей квалификации. Поэтому я не переживаю. Личностью погибшего в самой России не раз интересовались популярные блогеры. Вот публикация Алексея Навального за 2015-й. Там утверждается, что годом ранее Вороненков заработал почти 3 миллиона рублей. Двумя годами ранее почти столько же. Уголовное дело в отношении погибшего в Москве уже пообещали закрыть. Сделают это сразу же, после официального подтверждения смерти бывшего депутата Госдумы. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Российский след усмотрели украинские правоохранители и в трагедии под Харьковом. Уже почти сутки в Балаклее горит склад боеприпасов. Крупнейший в Украине и даже Европе. Здесь хранятся около полутора тысяч тонн артиллерийских и других снарядов. В результате взрывов осколки разлетелись на несколько километров. О причинах инцидента и чем это грозит обороноспособности страны. Светлана Шакера. Все началось ночью, около трех часов. Именно тогда на складе начали взрываться первые боеприпасы. Сдетонировали снаряды крупного калибра. Практически сразу на станции Балаклея остановили движение поездов. Их пустили в объезд. Не пускали и машины. Небо над городом в радиусе 40 километров закрыли для полетов. Утром в Минобороны назвали предварительные причины взрыва. В халатность военнослужащих или диверсия. Тем более, что в конце 2015-го уже ловили дроны, которые сбрасывали на склады зажигательные снаряды. Тогда возгорание удалось быстро потушить. Это уже не первый случай проведения диверсии на наших объектах стратегического значения. Еще 15-го года в грудь месяце подобный случай был. Балаклея на этих плотах. Не исключено, говорят в военной прокуратуре, что беспилотники были и в этот раз. Перед выбухом спостерегался гул летального аппарата, схожий на полет беспилотного летального аппарата, после чего в двух местах одного из майданчиков произошли выбухи. Охраняли же склады достаточно хорошо, настаивают в военной прокуратуре. Близко тысячи военнослужбовцев Украины и ведомственной охраны. В полдень огнем была объята уже половина территории складов. Отсюда до арсенала около 8 километров. После полудня взрывы участились, и грохот из-за той посадки практически не умолкает. Днем в соседний Донец прилетел премьер-министр. Ему докладывают, идет эвакуация. Зона поражения 10 километров. И тут же говорят, уже есть пострадавшая. На данный час мы имеем информацию про одну пострадавую, осколковое поранение головы. После обеда интенсивность взрывов по пятибалльной шкале уже составляла 3 балла. И пожарные танки смогут зайти на территорию арсенала в ближайшее время. Сегодня есть соответствующая количество броневанной техники, которая работает на самом арсенале. Понятно, что она тоже имеет соответствующие ограничения по пересуванию. Как только появляется возможность определенной локализации, и соответствующие службы на этой технике, и делают добросовестную свою работу. На складах в Балаклее хранится треть всех боеприпасов украинской армии. Несмотря на ЧП, по мнению министра обороны, эти взрывы не скажутся на обороноспособности страны. Все избройные следы, которые выполняют боевые заведения в зоне проведения террористической операции, полностью имеют соответствующий запас боеприпасов, озброения и техники для выполнения заведения за призначением. Кроме того, принято решение, что это поселение охороны арсенала автохладов, на которых берегаются боеприпасы. Уже вечером военные сообщили, пожар продолжается только в южной части арсенала. На остальной территории огонь утих. Но взрывы еще будут продолжаться, как минимум, неделю. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. ЧП в Балаклее далеко не первое. За последние 15 лет боеприпасы взрывались и в других местах. Мы подготовили короткую справку о том, когда и где происходили чрезвычайные происшествия. 10 октября 2003-го во время сварочных работ вспыхнули склады в Бахмуте. Взорвались тысячи снарядов. Были уничтожены 10 из 17 хранилищ. Осколки повредили десятки жилых домов, 5 школ и 3 больницы. Пострадали 2 человека. Виновные получили по 8 лет тюрьмы с лишением воинских званий. 6 мая 2004-го на складах в Новобогдановке вспыхнул пожар, после чего сдетонировали боеприпасы. Осколки снарядов почти неделю разлетались в радиусе до 40 километров. Причина трагедии – грубое нарушение военными правил пожарной безопасности. Ситуация повторилась через год и в 2007-м. В общей сложности погибли 7 человек, около сотни получили ранения. А уже в 2008-м пожар на складе произошел в Лазовой, из-за того, что не убрали вовремя мусорную свалку возле арсенала. Пострадал один человек. Были разрушены несколько жилых домов и школа, после чего военную часть расформировали. А точную причину пожара на складах в Сватове в октябре 2015-го до сих пор не назвали. В результате ЧП погибли 2 человека, еще 8 получили ранения. Десятки домов тогда были разрушены или получили серьезные повреждения. Эвакуированных из Балаклеи уже готовы принимать в Харькове. Местные власти могут разместить чуть больше тысячи человек. Поселить людей планируют в детских лагерях, санаториях и модульном городке для переселенцев с Донбасса. Обеспечат питанием и при необходимости медицинской и психологической помощью. Как проходила эвакуация, расскажет Светлана Шекера. Свет, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Катя. Мы с самого утра следим за ситуацией вокруг арсенала. Эвакуация людей началась еще в 6 часов утра. Тогда жители накидывали верхнюю одежду и буквально убегали от взрывов. Ну вот, две курточки. Одна курточка, вторая курточка. Вот, оделись документы. Не все взяли. Все, деньги какие были. Все, больше ничего не успели. В 3 часа муж встал, поднял. Открываем окна. Бабах, горит все. Взрывается. Мы стали, давай, какие вещи быстро пособирали и побежали в бомбоубежище. Село Борщивка в 5 километрах от арсенала. На обочине целая вереница легковушек. Люди ждут. Может быть, взрывы прекратятся, и они смогут вернуться в свои дома. Местный фермер привез продукты, накормить людей. Ведь многие с детьми сидят в машинах с ночи. Паштеты, сушка, икра, шешу, колбаса. Мы в своей машине идем. Что взял из себя? Документы. В селе особых разрушений нет. В основном взрывной волной выбило окна. Но от грохота буквально закладывало уши. Уехать от эпицентра взрыва своим ходом было проблематично. На заправках бензина нет. А там, где можно заправиться, берут втридорога. Нема на заправках. Ну, в радиусе, тут в окрестностях, нема нигде. Бензина? Ну, может, он и есть, но не отпускают, не продают. И что дальше? Я посылал, да что-то вам допомогает? Да чего? Это же допомогает. Ничем. Бензин по 80. Допомогает? Ближе к полунию снаряды стали разрываться и возле самой Балаклеи. После обеда Балаклея опустела. Практически все жители покинулись в свои дома, а те, кто остались, сидят в подвалах. Чиновники вечером отчитались. В Харькове подготовили для эвакуированных места в домах отдыха, в бывших пионерских лагерях и в модульном городке для переселенцев. И вот, по последним данным Минобороны, интенсивность взрывов в данный момент снизилась. И это позволяет начать локализацию пожара. Студия. Свет, спасибо тебе. Это была Светлана Шакера из Харьковской области, где продолжают эвакуацию людей. Проблему с эвакуацией, возможно, и решат. Но сколько пострадавшим придется ждать компенсации за разрушенное жилье? К примеру, переселенцы с Донбасса до сих пор ожидают от властей выплат. А в зоне АТО сегодня трое украинских военных получили ранения. В Луганской области боевики подорвали мост в районе села Золотое. Это единственный путь из оккупированной части региона на подконтрольную Украине территорию. Тем не менее, наши бойцы успевают не только обороняться, но и проводить учения. Подробнее Ирина Баглай. Мина осколочно-фугасная. Заряд дальнобойный. Прицел 54. Миномет. Пострел. Всего 4 минуты, чтобы засечь противника, прицелиться и ликвидировать. Стрельба из миномета 82-мм калибра до условного врага 800 метров. Орудия бьют прямой наводкой. Боевой командир артиллеристов признается с 2014 года в зоне АТО к счастью. Такой огонь вести не приходилось. Но учитывая ситуацию на фронте, десантникам нужно быть готовыми ко всему. Каждый посредь, скажем так, на вагу життя, можно сказать. Никакой паники, ничего там зайвого. Чистить свою работу, выполнить то, чему он научился. Тут або ты, або тебе. То есть тут других вариантов нема. Опыт трех лет на фронте уже доказал залог успешности выполнения задачи минометчиками поразить и сохранить жизнь. Это навыки пехотинцев. Миномет будет копан. И второе, это маскувание миномета. То есть противник, когда высушивается, он визуально не видит, откуда будет вести стрельба. Вот поворотный механизм. Нежный. Василек же. Здесь это прицельные приспособления. Это самое важное, что здесь есть. Вот ведется панорама для прямой наводки. А это уже с закрытой огневой позицией. Вот угломеры. Градусы подъема. Бойцы с уважением относятся к своим орудиям. Номет уже побывал в боевых, видите, он у нас. С осколками? Да, с ранениями. Главное это сосредоточенность. Быстро все делать, слаженно. Коллективные действия очень важны. Позиционно война внесла свои коррективы в подготовку штурмовиков-десантников. Даже на так называемом отдыхе. Военнослужащие 81-й аромобильной бригады остаются в зоне АТО и следят за тактикой врага. Все навыки черпаются в бою. Мы следим за ситуацией на фронте. Вот, конечно, мы смотрим новости, изучаем стратегию противника, его маневры. Конечно, мы стараемся учитывать в своих занятиях именно вот эти особенности войны. Артиллеристы в полной боевой готовности в случае приказа вперед. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. А прифронтовая зона учится выживать в условиях блокады. Сегодня она усилилась. Полиция перекрыла все дороги к так называемым ЛНР и ДНР. Шесть мобильных групп перекрыли трассы и все пути от станицы Луганской до Мариуполя. Из-за торговой блокады уже месяц практически не работает славянская ТЭС. Раньше она снабжала электроэнергией десятки, если не сотни населенных пунктов, причем не только в Донецкой области. Сейчас же мощности едва хватает на один небольшой городок. Больше расскажет Геннадий Вивденко. Он сейчас находится в Донецкой области. Ген, здравствуйте. Расскажи, сколько запасов осталось и что говорят энергетики? Добрый вечер, Кать. Славянская теплоэлектростанция остановлена. С конца февраля из-за прекращения поставок угля с оккупированных территорий здесь перестали вырабатывать электроэнергию. К сожалению, за три года войны на Донбассе власти не удосужились разработать альтернативные источники поставок топлива. Сейчас здесь вырабатывают теплоэнергию только для небольшого городка Николаевка. Население города Николаевка, которому около 15 тысяч жителей. В данный момент мы обеспечиваем жителей теплом, вырабатываем только теплоэнергию. Работаем, используя топливо, газ, без выработки электроэнергии. На складе предприятия обычно было до 200 тысяч тонн угля. Складская площадка была полностью заполнена. Сейчас остался лишь неприкосновенный запас – 40 тысяч тонн черного золота. Его хватит на неделю. На тест подсчитали для пополнения запасов необходимый миллиард гривен. Ищут альтернативные возможности поставки топлива из-за рубежа или не из оккупированных территорий. У нас больше беспокоят заработные платы и работа предприятия. То есть мы от этого зависим. Найдутся альтернативные решения по поставке топлива или другие какие-то вопросы. Будет альтернативное решение, то есть не закупать топливо где-то в других местах – пожалуйста. На предприятии работает около 2000 человек. Ранее станция вырабатывала электроэнергию для сотен городов и поселков. От Купенска в Харьковской области до Краматорска в Донецкой. Вот этот прибор – это нагрузка блока, активная мощность. В данный момент по нолям показывают 0 мегаватт. Хотя здесь обычно 720-750 мегаватт. На предприятии уже подсчитали убытки. В этом году они составят миллиард 800 миллионов гривен. Естественно, народ волнуется. Так же, как и я, так и все остальные переживают, чем это закончится. Пока как бы все верят в то, что все-таки как-то этот вопрос решится. Станция заработает на своей полной мощности. То есть пойдут мегаватты. Своими глазами мы видели так называемое разделительное управление станцией. В 2014 году оно было буквально сметено артобстрелом. Следы от попадания в некоторых корпусах остались до сих пор. Тогда ущерб составил 200 миллионов гривен. Сейчас все восстановлено и готово к работе. Руководство станции договаривается с инвесторами о получении миллиарда гривен на реконструкцию энергоблока. Напомню, компания «Донбасс Энерго» состоит из Тарбешевской и Славянской ТЭС. Первая осталась на оккупированной территории, вторая на подконтрольной. Но обе работают в единой энергосистеме Украины. Катя, это пока все. Ген, спасибо. Это был Геннадий Вивденко на связи со студией из Донецкой области. Кому блокада, а кому весьма прибыльный бизнес. Мы же рассказывали о том, что в то время, как весь мир вводит санкции против страны-агрессора, Украина продолжает успешно закупать у России удобрения. Только за прошлый год их завезли на сумму более чем 5 миллиардов гривен. Сейчас российский импорт составляет более 70% на украинском рынке. Но вот куда идут эти деньги и кто в Украине и России зарабатывает на этой торговле, смотрите в нашем материале. Белая жемчужина. Самая большая парусная яхта в мире. 143 метра в длину. Больше, чем Боинг 747. А в высоту почти как лондонский Биг Бен. 8 палуб, лифты, бассейны, вертолетные площадки. Удовольствие стоимостью в 400 миллионов долларов. Вот ее счастливый обладатель. Российский миллиардер Андрей Мельниченко. Владелец Еврохима. Крупнейшего производителя минеральных удобрений в России. А вот бизнесмен поскромнее. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. А это уже нынешний украинский Кабмин. Всех их связывают вот эти мешки с удобрениями. Уже третий год Украина успешно закупает сельхозудобрения в России. Именно у Еврохима. Только в прошлом году мы импортировали карбамид и аммиачную селитру на 200 миллионов долларов. Это более 5 миллиардов гривен. После роста цены на газ правительство Арсения Яценюка решило вместо поддержки наших производителей переориентироваться на российский импорт. Теперь больше 70% всех удобрений на нашем рынке российские. Кстати, тогда у владельца Еврохима яхта была чуть поскромнее. Парусник А. На то время тоже самый большой в мире. Стоил немного меньше 300 миллионов. Не исключено, что обновить свой парк транспортных средств он решил именно благодаря успешной торговле с Украиной. Только в прошлом году уже с одобрения нового Кабмина Украина купила у Еврохима более 2 миллионов тонн одобрений. Знают ли они об этих закупках, мы решили спросить у народных депутатов. Не можно залежать от врага, не можно залежать от врага в ключевых галузях экономики. Больше всего в сельском господарстве. Только потому, что оно на крови, только потому, что игноруются элементарные правила. Элементарные правила поведенки с агрессором. Это убийство собственной промышленности и собственных производителей. Можете аналог в Украине, купить его в Россию, стимулировать их производство, то это, как минимум, глупо, а максимум, это еще и можно тягнуть на зраду. Когда украинское предприятие «Импортер» сплачивает деньги российскому предприятию «Экспортеру», то эти деньги являются доходом российского предприятия. С доходом в Российской Федерации сплачивает соответствующая часть податков в бюджет РФ. Таким образом, мы финансируем государство-окупанта. Но проблема Украины в том, что на сегодняшний день Россия, де юре, в законный способ, в законе, государство-окупантам, не вызнана. Поэтому нет подстав, начебто, для того, чтобы и санкции такие прекратить. А вот в партии бывшего премьера Яценюка, который инициировал эту торговлю, о сотрудничестве с российским Еврохимом, похоже, не слышали. Я знаю про те добрые, которые вырабатываются в Украине. Я не ес экспертом в агропромышленном комплексе. Отказался комментировать торговлю с агрессором и глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский. Пан Сергей знает все, что касается посадки главы комитета обороны безопасности. Как нам удалось выяснить, на закупках российских удобрений зарабатывают и наши чиновники. Правда, цифры куда скромнее. По нашим данным, с каждой купленной тонны карбамида и аммиачной селитры они получают 20 долларов. А значит, только за прошлый год кто-то в Украине заработал на этой схеме 50 миллионов долларов. Возможно, такими щедрыми выплатами украинским политикам можно объяснить и проблемы российского миллиардера Мельниченко. В прошлом месяце белую жемчужину арестовали власти Гибралтара за долги бизнесмена перед немецкими судостроителями. Однако миллиардер быстро рассчитался. Ведь только за два месяца этого года Украина увеличила закупки у Еврохима на треть. И возможно, благодаря некоторым украинским депутатам и чиновникам, вскоре миллиардер сможет построить новую яхту. Еще больше. Однако это далеко не все. Еврохим не только крупнейший производитель удобрений в России, но и один из главных поставщиков аммиачной селитры для российского министерства обороны. А из нее делают порох. Но об этом мы расскажем в следующем материале. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Украине сократилось производство стали. По данным Государственной службы статистики, производство составило около 750 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падение почти 20%. И эта тенденция сохраняется уже не один месяц. Например, в январе 2017-го металлурги тоже показали отрицательный результат. Почти минус 15%. О финансовой стабильности и имиджу Украины угрожает атака на российские банки. Так считают в НБУ и требуют от правоохранителей защитить интересы украинцев-вкладчиков российских банков. Нацбанки приводят данные. Почти 2 миллиона человек доверили этим банкам свыше 21 миллиарда гривен. И сейчас не могут воспользоваться средствами. Ну а политическую стабильность стране могут принести только досрочные парламентские выборы. Так считает лидер социал-демократической партии нардеп Сергей Каплин. Он утверждает, в Раде сформировалась новая коалиция, состоящая из депутатов радикальной партии Ляшко, БПП и Народного фронта. Они совместно голосуют за спорные законопроекты и блокируют доступ к микрофону нардепам из других политсил. Такую коалицию в парламенте простые, обычные люди и депутаты в кулуарах называют голубой. Это через то, что именно такой колор является официальным колором Международного валютного фонда. Эта новая коалиция работает исключительно под эгидой Международного валютного фонда. Они будут попробовать забрать вашу землю, они будут пытаться заморозить пенсии и заморозить зарплаты. Они пытаться поднять в очередные тарифы. Сегодня есть только один выход. Это дочасные выборы, после которых я уверен, что никакого следа от этих фракций, от этих партий и их лидеров не будет в украинском парламенте. А сегодня депутаты меняли закон о е-декларировании. Правок столько, что теперь придется самим разбираться, за что в итоге проголосовали. Вот что увидела я на утреннем заседании. В парламенте так хотели все рассмотреть, что даже побоялись нардепов отпускать на перерыв, дабы не разбежались. И пока есть голоса, стали принимать законы. Первые вопросы повестки дня, которые касаются обеспечения прав переселенцев, на удивление прошли без споров. В зале, как никогда, голосов за не в натяжку. А дальше депутатские привычки взяли верх. На очереди президентские законопроекты о гражданстве. Но чтобы его рассмотреть как неотложный, нужно было сократить сроки для подачи альтернативных. Его-то рада сократила, но при этом о двойных паспортах говорили в зале все. 241 за, решение принято. Не допустимо, чтобы чиновники первой и третьей категории могли иметь возможность уничтожить ответственность криминальную за раскрадение бюджета, за коррупционные действия и так далее. А для простых граждан мы вносим изменения про оттерминование, сдачу паспортов других граждан. Есть очень хорошие законопроекты, которые почему-то не попадают в зал, которые предлагают, как очень просто решить это вопрос. Ты не вказал в электронной декларации свое подвойное гражданство. Криминальная ответственность. Там, где сегодня есть дискуссия о обычном гражданстве, там, где мы должны защищать права нашей диаспори, это вопрос еще подходит обговорению. Но позиция нашей фракции о государственных чиновников, о народных депутатах, о суде, о представителях местного самовредования, есть очень четко. Конституция должна быть получена единственным гражданством. Отложив вопрос с наличием нескольких паспортов, нардепы перешли к еще более скандальному документу с совершенно нескандальным названием. Изначально цель была освободить от заполнения Е-деклараций солдат, сержантов и курсантов. Но поправок к этому закону набралось на два часа обсуждений. А от некоторых новшеств пришлось отказываться на ходу, например, от поправок о декларировании доходов редакторов и учредителей СМИ. Вчера ее предложили, а сегодня уже передумали вносить. Всего-то ночь прошла. Я прошу выключить из этого перелека следующую категорию. Это СМИ. Логика тут очень проста. У нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять. Это про прозорность медиа-властности. Там это расписано куда более четко. СМИ выключили с голоса, но это тоже абсурд. Они сначала внесли, потом выключили. То есть это просто показывает их непоследовательность. Они должны быть последовательными или в один способ, или в другой. Я, как человек, не поддерживаю декларирование представниками СМИ, но я и в том последовательный. Я не вношу таких дурных правок, чтобы потом от них отмолваться. Что касается другой поправки, то здесь нардепы прямо-таки настаивали. Обязать общественная организация отчитываться о доходах. И свое дожали. Исправление приняли. Очень много говорится о том, что антикоррупционеры, которые занимаются антикоррупцией, они должны быть честными перед человечеством. Они сейчас говорят, что они честные перед человечеством. Давайте дамо им право показать, что они честные. Посмотрите, какая смешная ситуация. У нас, очевидно, общественность имеет больше риска коррупционных действий, чем, например, главы сельских районов, или, например, главы жбучи, того же Ирпеня, который на сегодняшний кончезаспи, который на сегодняшний день, большая часть из них находится под криминальными проведениями. Что вы делаете? Будут все люди, которые борются с коррупцией в гражданском секторе. В итоге закон об электронном декларировании изменили так, что теперь придется долго трактовать все то, что приняли с руки. Если, конечно, его подпишут. Я не буду подписывать закон, который соперечит один одному в каждой статье. Вы сегодня проголосовали поправку Чорновол про то, что люди, которые впервые подают декларацию, должны подавать ее в 2018 году. И потом те сами люди проголосовали поправку Алексеева, что они должны подать в 1 травня 2017 года. Как называется эта хвороба, пан Борезюк? Расскажите мне. 268 нардепов поддержали все изменения в закон о е-декларировании. А вот другие документы уже проходили без энтузиазма. К примеру, нардеп от радикальной партии Андрей Лозовой голосует сразу за двоих. И все ради того, чтобы с энной попытки принять закон об отмене использования печатей на документах. Теперь они не нужны. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Отставка за двойное гражданство. Второй паспорт обнаружили у зам мэра Чопа Оскара Балага, благодаря видео, которое распространили в интернете. Его сняли в пункте пропуска Захань. Там Балаг предъявил пограничникам красный паспорт гражданина Венгрии. После этого его машину осмотрели и без оформления документов, которые обязательно для иностранцев пропустили. Оскара Балага в Чопскую мэрию делегировала венгерская община в 2015 году. После беседы с сотрудниками службы безопасности Украины он уволился с должности. Мара Львова Андрея Садового отправили в отставку. Правда, только местные активисты. Сегодня они наглядно показали градоначальнику, что с ним может произойти, если вопрос с мусором не будет решен в ближайшее время. Галина Якушко обо всем подробнее. Этот перформанс львовские активисты устроили прямо возле горсовета. Ряжный Андрей Садовой в маске, с короной на голове. А вместо значка с логотипом Львова, который мэр всегда носит на груди, надпись «Мусор». Вся атрибутика более чем символична. Это вовсе не обычный мотоцикл с прицепом, как может показаться на первый взгляд. Но каждую ночь на этом сметчевозе я разложу сметча по всей Украине. Важко працюю. Мне тут надоело, и поэтому я сегодня собрал всех львян тут, чтобы высловить свои гениальные идеи. Такие, как сделать всеукраинский полигон в Чернобыле, вывозить туда сметча, а вывозить сметча в Польшу. А еще часть львовского сметча я вывожу на полигон орбитального сметча в космос. Саказм активистам не занимать мусор, васурет против Садового и отправляет его в чистилище. Рядуйте, люди! Нас не чуют и на нас, в целом, не вважают. То есть, ну, лишился последний крок, это сатир. Рано или поздно, то сметча справдя по глине Андрея Ивановича, если он дальше будет себя так класть с громадой и, в целом, с господаркой в месте Львова. То есть, основная цель – або господарка, або политиканство. То есть, он должен выяснить все. К активистам настоящий мэр Львова Андрей Садовый не вышел. У него сегодня сессия. Активисты надеются, что городской глава увидит их представление по телевидению, ведь перформанс собрал немало журналистов. Всем добра, люди! Добра всем! Делина Ихушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. В Бельгии автомобиль на большой скорости пытался въехать в толпу. Машина остановил военный патруль. Нападавшего гражданина Франции задержали. В салоне автоправоохранители нашли ружье, пистолет и холодное оружие. Инцидент произошел на оживленной улице города Антверпен. Мэр города Барт Девевер уже заявил, что полиция предотвратила теракт. В городе введен режим повышенной антитеррористической готовности. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за организацию теракта в Лондоне. Вчера преступник-одиночка протаранил толпу на автомобиле, зарезал ножом полицейского, пытаясь пробраться в парламент и был застрелен. Кроме него погибли еще три человека. 29 раненых остаются в больницах. Оксана Кундеренко следит за происходящим в Лондоне. У нее узнаем последние новости. Халид Масуд, 52-летний уроженец графства Кент, это имя террориста-одиночки, который раньше попадал в поле зрения спецслужб из-за экстремистских взглядов и ношения холодного оружия. Именно он убил трех человек и ранил еще три десятка в центре Лондона. Мы ведем очень тщательное расследование, выясняем мотивы преступника, его круг друзей и знакомых, потенциальных соучастников. Во всей Великобритании траур. Флаги приспущены, в церквях проходят памятные мессы. Даже заседание палаты общин депутаты начали с минуты молчания. Несмотря на то, что именно парламент стал местом атаки, он сегодня работает в штатном режиме. Вчерашний террористический акт пытался заглушить голос демократии, но сегодня мы снова на работе. Мы не боимся и не сдадимся перед лицом террора. Террорист пришел на место, где собираются люди всех культур и национальностей, где чувствуется дух свободы. Поэтому это нападение на свободных людей. У Скотланд-Ярда зажгли вечный огонь в память о полицейских, которые погибли на посту. 48-летний Кит Палмер, офицер и глава семьи, получил смертельное ранение ножом у входа в парламент. Айшу Фрейд террорист сбил машиной, когда она шла забирать детей из школы. Погиб также американский гражданин Курт Кохран, его жена в критическом состоянии. На Туманном Альбионе они отмечали годовщину свадьбы. Любой турист, который приезжает в Лондон, идет к этим достопримечательностям. Вот знаменитое колесо обозрения London Eye. Напротив здание парламента и Биг Бен. Только ленивый не фотографируется на их фоне. Вчера здесь было много людей со всего мира. Именно поэтому среди раненых 12 британцев, четверо корейцев, трое французских детей, двое румын, двое греков, итальянец, ирландец, француз, немец, поляк, китаец и американец. Французские школьники, которые были в составе группы, уже отправились домой. В Лондон даже прибыл лично министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и проведал детей в больнице. Госпиталь Святого Томаса находится напротив парламента, через реку Темзу, на другой стороне Вестминстерского моста. Именно сюда попали большинство пострадавших. Именно здесь им сейчас оказывают медицинскую помощь. Чиновники не перестают восхищаться молниеносной профессиональной реакцией медиков, которые справились с экстренной ситуацией, с наплывом раненых и, безусловно, спасли многие жизни. Чтобы убедиться, что жителям и гостям Лондона ничего больше не грозит, эксперты изучают каждый миллиметр парламентской площади. Группа следователей на коленях прочесывает территорию и ищет любые вещественные доказательства. И хотя место теракта по-прежнему перекрыто, к полицейским кордонам уже несут цветы, свечи и записки, чтобы почтить память случайных жертв и тех, кто сознательно отдал жизнь, чтобы сохранить ее другим. Мой папа служит в полиции, и я решила, что важно высказать свое сочувствие в этой ситуации. Ведь эти люди делают тяжелую работу ради простых граждан. Полиции на улицах по-прежнему много, патрулируют британскую столицу вооруженные правоохранители, но Лондон возвращается к нормальной жизни, а цепление постепенно снимают. И вот, наконец-то, в Эсминстерский мост открыли, по нему идут первые люди, мы среди этих первых. Очень странно сейчас находиться на месте, которое стало местом теракта, где погибли люди. Здесь обычно очень-очень много людей, сейчас пусто, но, несмотря на это, первые прохожие, даже вот люди с колясками, с детьми, идут по мосту. Украинский студент Андрей учится неподалеку. Он восхищен работой стражей порядка. Нет, не страшно, потому что я знаю, что здесь высокие меры безопасности, поэтому все говорят, чтобы мы не беспокоились. И парламент работает, все работает. Полицейские убеждают, что все позади, инцидент исчерпан, и сообщников у Масуда не было. Он вдохновлялся исламистскими атаками по всему миру и, скорее всего, общался с радикалами. Но это еще предстоит выяснить, пока обыскивают его дом, изучают данные с телефонов и компьютеров. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И сейчас в центре британской столицы начинается траурное мероприятие в памяти погибших. И Лондон на прямой связи со студией. Оксана Кундеренко весь день в гуще событий. Оксана, здравствуйте, расскажи, какая обстановка в городе и что говорят британские полицейские? Добрый вечер, Катя. Я не успела сказать в сюжете, что вчера с вечера всю ночь и вот до сих пор полиция проводит очень масштабные рейды. Обыскали несколько домов, где могут находиться личности потенциально опасные, и таких людей задержали. Восемь человек. Обыски происходили в Лондоне и в Бирмингеме. Там как раз жил Хамид Масуд. Сейчас пытаются выяснить как можно больше деталей о нем самом. Интересно, что еще с 1983 года он был в поле зрения правоохранителей, задерживался за хулиганство, за владение холодным оружием. И даже внутренняя разведка Ми-5 за ним следила, как за человеком с экстремистскими взглядами. Неужели не смогли предугадать? Хотя все здесь говорят, что террористов-одиночек очень сложно вычислить. И надеются, что теперь никто из них не решится на очередную атаку. Киев. Спасибо, Оксана. Это была Оксана Кундеренко из Лондона. Больше новостей на нашем сайте. Подробности UA завтра. Не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. А я желаю вам всего хорошего и до встречи.